Видео создано при поддержке зрителей. 25 июня 2241 года. Старичина деревни Ороя, дочь легендарного жителя убежища и мать избранного, объясняет ему текущую ситуацию в поселении и она крайне плохая. Ороя фактически находился на грани вымирания. Посевы сохли. Брамины умирали. Дети болели. Но все же надежда была. Благодаря информации со старого диска, Старичина знала о загадочном предмете под названием ГЭК — генераторе Эдемских Кущ Компактной. Считалось, что он способен возродить безжизненную пустошь. Это и стало заданием избранного — найти ГЭК и доставить его в Ороя. Однако сперва ему, или ей, предстояло доказать, что избранный житель деревни достоин и пройти Храм Испытаний. Но прежде чем мы продолжим, стоит отметить, что сегодня будет рассказана только одна версия событий, произошедших в те далекие времена. Конечно, сведения о Героя рассказа могут различаться в зависимости от источника информации, но не сомневайтесь в том, что некоторые из этих событий безусловно происходили. Ну а теперь продолжим. Будучи вооруженным только копьем, избранному все же удалось закончить Храм Испытаний и забрать за последней дверью одежду своего предка и его пип-бой. Далее, после разговора с главой деревни, герой узнал, что некий торговец по имени Вик из города Клемат принес в поселение фляжку из Убежища 13 — того самого священного убежища, которое однажды покинул основатель Ороя. Старейшина отдала фляжку Избранному и поручила найти Вика, ведь он может знать, где находится убежище 13, в чьих глубинах и сокрыт так необходимой деревне Гек. Поиски были начаты с города Клемат, находящегося на востоке от деревни. В самом Клемат избранный обнаружил магазинчик Вика, однако хозяина на месте не оказалось. Зато в процессе поисков наш герой помог женщине по имени Ордин Багнер найти ее не слишком сообразительного сына Тора. Тот сбежал за черту города и в конечном итоге нашелся возле разбившегося винтокрыла. С одного из тел была поднята желтая карта допуска реактора, ну а что это за люди такие в странной броне мы узнаем чуть позже. Что касается Тора, то он благополучно вернулся в лоно семьи, а Избранный не взял за спасение ни копейки. За это Вика, счастливая мать простила Сулику его долг. После короткого разговора, тот в качестве благодарности присоединился к поискам Вика и Гек. Однако розыски Вика в Клемате не дали результатов, поэтому Избранный отправился в ближайший город, где правил закон джунглей — в дыру. Но по дороге он стал свидетелем того, как люди в уже знакомой ему броне расстреляли троих незнакомцев за то, что те не желали подчиняться и пойти за людьми в доспехах. Главный среди них был великаном нечеловеческого роста и после того, как несчастные упали замертво, он обратился к герою и сказал, чтобы тот не вмешивался и проваливал отсюда. Но что-то подсказывало Избранному, что это не последняя их встреча. В самой дыре, из разговора с барменшей по имени Ребека Дейер, наш герой узнал, что Вик находился в городе, но, к сожалению, он попал в плен к работорговцу по имени Медзгер. Правда, она не знала почему или где его держали. Побродив по городу и обнаружив довольно большое здание, где возле дверей висела говорящая надпись «Гильдия работорговцев», наш герой понял, что попал в нужное место. Из разговора с их главой Медзгером выяснилось, что Вик сжульничал и продал тому неработающее радио. За это торговец и попал в плен и будет находиться там, пока не починит радио. Что касается Вика, то он не в состоянии выполнить свою часть сделки, потому что у него нет нужных деталей. Благо, в его магазинчике избранный подобрал неработающую рацию. Из нее горе-обманщик и смог взять нужные запчасти и выполнить свою часть сделки. Что до информации об убежище 13, то Вик готов был ею поделиться, но только в том случае, если окажется на свободе, а глава работорговцев не собирался просто так его отпускать. Так что избранному пришлось раскошелиться и отдать тысячу крышек за свободу торговца. В свою очередь Вик на вопрос об искомом убежище ответил, что на востоке отсюда находился город-убежище и фляжку с номером 13 ему продал торговец с браминами по имени Эд все из того же города. Как уже можно было понять, как раз в это место и направился избранный, но сперва он предложил Вику отправиться с ним. И хотя торговец был тем еще пройдохой, но в ремонте техники разбирался, в отличии от нашего героя, прожившего всю жизнь в деревне на краю пустоши. Прибыв на территорию города-убежище и вначале взяв компаньоны Джона Кэссиди, человека с огромным боевым опытом, избранному чуть позже удалось найти торговца браминами Эда в его хибаре. Да, люди в постапокалиптическом мире редко жили в роскоши. Но продолжим. Разговор с Эдом не дал каких-то конкретных результатов. Торговец не помнил, где именно купил партию фляжек с цифрой 13, зато он назвал города и дал их координаты. Это так называемый Большой Круг, где избранному стоило продолжить поиски. А в него входили Брукенхиллз, Ньюрино, Рэддинг, Дыра, Модок и сам город-убежище. Да, список не маленький, а бедная Рояд тем временем доживает последние дни. Также в конце разговора Эд поведал, что где-то в городе-убежище есть собственно убежище, но он не знал его номера. Правда в его главном компьютере могло храниться местоположение других убежищ. Так что избранному пришлось еще немножко тут задержаться. И как выяснилось позже, не все так просто. Чтобы попасть непосредственно в убежище, нужно было стать частью этого города, а охранники на входе бормотали что-то типа «ты даже не гражданин». Более того, местные не очень-то спешили принимать новых поселенцев, по причине ограниченности ресурсов. Из этого они создали довольно сложный тест и доверили его бюрократу-проконсулу Грегори. Но, к счастью для нашего героя, разобраться с бумажной волокитой смогла помочь Джоанна Линнет, имеющая высший титул в городе — первый гражданин. Но у всего есть своя цена. Так и Линнет отправила избранного в Гекко — поселение, где обитали гули. Видите ли, из-за неправильно работающего реактора радиация попадала в грунтовые воды и отравляла всю округу. Поэтому первый гражданин с плохо скрываемой враждой в голосе к гулям отправила нашего героя с миссией решить проблему местной электростанции и решить ее окончательно. Сам Гекко находился недалеко, а у избранного была пара путей решения проблемы. Первый — доломать неисправный реактор, что в конечном итоге привело бы к его взрыву, фактической гибели невраждебного поселения и, возможно, к еще большему загрязнению радиацией подземных вод. Или же он мог постараться починить чертову железяку. Гаральд, глава этого городка, поведал избранному, что сломалась важная деталь — гидро-что-то там, регулятор-дрендулятор. Да, наш герой не очень хорошо разбирался в сложных механизмах, да это и не важно. А важно то, что необходимый прибор находился в городе-убежище. Здраво рассудив, что обращаться к Линит за помощью бессмысленно, избранный поговорил с куда более здравомыслящим главным советником Маклюром, входящим в совет города-убежище Верховного Управляющего Органа. А еще избранный поступил так, потому что это ему посоветовало сделать вот этот пушистый зверек, проживавший в тоннелях под Гека. Его звали Мозг, и он являлся довольно умным кротокрысом, создавшим вокруг себя целый культ. Получил он свои неординарные способности вследствие того, что ранее был подопытным в какой-то продвинутой лаборатории. Когда же упали бомбы, клетки Мозга и его собратьев поломались и вдобавок их облило какой-то жидкостью из большого бака. Звучит знакомо, да? Далее умственные способности Мозга развивались и он пытался общаться с людьми, но те не принимали его, а Гули приняли, потому-то он здесь и остался. Что касается Маклюра, то он после некоторых убеждений и предоставления доказательств того, что исправный реактор Гека сможет поставлять излишки энергии, необходимые городу-убежищу для роста и развития, главный советник согласился отдать нужную деталь. Дальше наш герой еще побегал немного туда-сюда-обратно, пока не доложил Джоанне Линит, что проблема реактора в ненавистном ей поселении решена. Как именно избранный ее решил, он уточнять не стал. И правильно сделал. Затем он спустился на самый глубокий уровень убежища 8, в центральном компьютере которого не обнаружил координаты священного убежища 13. Но там были данные другого бункера, убежище 15. Там же была информация о том, что жители убежища 8 использовали единственный гэг для создания вокруг подходящих для жизни условий. Запасного гэг тут не было. Также в убежище 8 было доставлено десятки водяных чипов, предназначавшихся для убежища 13. Да и так бывает, из-за логистической ошибки появился выходец из убежища 13 и не появилась армия супермутантов создателя. Что касается избранного, то он воспользовался списком городов, предоставленным Эдом и отправился в ближайшее от города убежище поселение Модок. Его мэр Джо уверял, что знает, где есть нужный избранный предмет. А когда же наш герой решил проблему поселения, Джо признался в обмане и только дал координаты другого поселения Гекка. Мол, названия ведь похожи. Скажем спасибо Джо за потраченное время героя. Далее пришла очередь Рэддинга. На улицах городка продавали наркотик под названием Винд и небогатые жители этого шахтерского поселения массово подсаживались на него. Но это не было их единственной проблемой. В шахтах поселились крайне устойчивые к повреждениям существа, известные в народе под названием Ванаминга. Наш герой потратил немало патронов и нервов, но все же смог извести тварей. Видимо, желание помогать другим передалось по наследству, даже несмотря на нужду его собственной деревни. Затем был уже полноценный город Ньюрино. Именно он был источником винта в Рэддинге. А если быть точнее, то наркотик создавала и распространяла одна из заправляющих здесь семей — семья Мардин. Делала она с целью захватить таким образом контроль над Рэддингом. Также власть в городе разделяли — семья Сальваторе. Ее боялись из-за продвинутого оружия — пистолетов, стреляющих светом. Короче говоря, лазерного оружия. Далее была семья Бишопов. Ее сфера влияния в основном казино и проституция. Ну и в конце списка — райты. И они являлись семьей в прямом смысле этого слова. Все принадлежащие к ним носили фамилию Райт. И эта семья занималась производством спиртного. Избранный немного поработал на каждую из них, чтобы лучше понимать, чем живет один из самых больших городов ближайшей пустоши. Да и кто знает, какие знания и связи могут быть полезны для него или Оройя в будущем. В Брокен Хиллз наш герой стал свидетелем того, как люди и супермутанты жили в относительном мире друг с другом. Главным в этом месте был довольно разумный супермутант Маркус и он старался поддерживать благополучие и равноправие в поселении и не принимал чью бы то ни была сторону. Видите ли, среди людей и супермутантов были те, кто ненавидел другую сторону настолько сильно, что готов был даже пойти на убийство. Да, земля похоронена в огне атомной войны, а немногочисленные выжившие все равно убивают друг друга, даже если их на это ничего не толкает. Ну да ладно. Как вы могли догадаться, в каждом из этих городов-поселений избранный спрашивал об убежище 13 и ни в одном из них ему не смогли помочь. А это значило, что пришло время отправиться в самый южный, самый дальний от Оройя город под названием НКР. Наш герой поступил так по двум причинам. Во-первых, в округе больше не было других больших городов, разве что более далекий от него Сан-Франциско. Ну а во-вторых, возле НКР находилось Убежище 15, то самое, координаты которого он получил в компьютере города-убежища. Что касается самого НКР, то он был столицей развивающейся новой Калифорнийской Республики. Да, названия города и республики совпадали. И жила эта республика по строгим законам. Даже оружие в городе было запрещено носить, в отличии от всех предыдущих. Главой города и республики была президент Танди и, как водится, у нее были проблемы. Ей требовались компьютерные детали из расположенного неподалеку убежища 15. Судя по всему, НКР не пользовалась им некоторое время, из-за чего возле входа в убежище успели поселиться люди и даже возвести небольшую деревню. Они называли себя Скваттеры. Казалось бы, в чем проблема? А дело в том, что Скваттеры никого не подпускали убежищу, а Танди, судя по всему, была против силового решения проблемы. Избранный согласился помочь, ведь город НКР вырос из поселения Шейди Сэнс. Рассказы, как о нем, так и о самой Танди и о других приключениях жителей убежища, пересказывались в племени Ароя. Черт возьми, да здесь даже памятник ему возвели. Кроме того, в убежище 15 могла быть информация о точном местоположении священного убежища 13, как это было с компьютером города-убежища. В самом поселении Скваттеров почти никто не говорил с избранным, потому что все жители были очень заняты. Видите, как ходят вокруг? Сама занятость. Но все же с нашим героем заговорила одна пожилая женщина, и она позвала его к себе в палатку, чтобы их никто не подслушал. Она представилась рыбайкой и рассказала, что тут к чему. Скваттер — это группа бездомных людей со всей пустоши, и НКР в прошлом их не трогала, но сейчас их прогоняют. Главой Скваттеров и основателем поселения являлся человек по имени Зак, а что касалось самого убежища 15, то его чинил некий Дериан. Как оказалось, Скваттеры хотели переехать в убежище и таким образом защититься от рейдеров, но пока что им не удалось починить свет, так что оно было освещено факелами. Что касается самой Ребекки, то она обратилась к нашему герою, потому что ее дочь Крисси пропала. Она также ходила к Заку. Он отправлял людей на поиски, но те им ничего не нашли. Также он запретил Ребекке самой проводить розыск. Более того, как раз после того, как Ребекка поговорила с Заком, у нее появилось ощущение, что за ней следят. И как только она это договорила, то внезапно оборвала рассказ, потому что заметила тень на стене палатки. Тень быстро удалилась на северо-восток. Пройдя в ту сторону, Избранный обнаружил здание, охраняемое каким-то типом в металлической броне. На прямой вопрос о Крисси, тип сострил. А, ты о той девке, запертой в задней комнате, и с которой мы собираемся развлечься? Не, не видел. Наш герой в ответ на это отсыпал весельчака целым ворохом шуток и 10-миллиметрового калибра. Еще столько же получил другой охранник, находившийся внутри здания. После Крисси поведала много интересного. Оказывается, Дэрион вовсе не занимался ремонтом убежища 15. На самом деле он глава рейдеров. Более того, само убежище разрушено и малопригодно для жизни, а якобы добываемые в бункере припасы, на самом деле были из караванов, ограбленных людьми Дэриона. И, судя по всему, глава скваттеров Зак об этом ничего не знал. После того, как избранный воссоединил дочь и мать, он поговорил с Заком и тот рассказал ему о том, что подручными средствами вскрыть дверь убежища невозможно, разве что взорвать. Кроме того, на двери была ловушка. Однако, он дал избранному карту доступа, найденную Заком в том районе. По его мнению, она должна помочь с открытием двери. И она таки подошла. Думается, не нужно уточнять, что произошло с Дэрионом и подчиняющимися ему рейдерами. С их тел было подобрано немало снаряжения, впрочем, как с разных уровней убежища. Но самое главное это то, что наш герой обнаружил в одном из компьютеров координаты убежища 13. Священный Гэгпул так близок. Но перед этим, избранный отправился в уже не такой далекий Сан-Франциско. Там он обменял хабар с рейдеров на комплекты силовой брони для себя и своих напарников, а также на новые пушки, патроны и конечно же стимуляторы. Черт его знает, какая живность могла поселиться в 13-м. Вполне возможно, там могло быть нечто похуже злосчастных Ванаминго. И убежище номер 13 таки было обитаемо. В нем жили когти смерти, да необычное, а весьма разумное. На пороге убежища избранного встретил вожак стаи по имени Грутар. Из разговора с ним наш герой не узнал, куда подевались ранее проживавшие тут люди, ровно как и то, если здесь Гэг. Более того, альфа-самец не собирался пускать внутрь незнакомого вооруженного человека, да еще и ни одного. Однако, он согласился сделать это в обмен на помощь. Видите ли, стая Грутара приходилось охотиться на браминов с близлежащих ферм. Он бы и рад оставить браминов в покое, да вот только клавиатуры терминалов убежища не предназначены для когтей, а единственный компьютер, способный распознавать человеческую речь, сломался. И единственный человек-механик не смог его починить. Да, в убежище 13 проживали не только когтесмерти, но и люди. Большинство оставались в этом месте добровольно, а привел их сюда страх, ведь жизнь в пустоши полна опасностей, а хозяины этого места относились к ним вполне неплохо. Однако, были и те, кого тут держали против их воли. Например, Мэтт считал интеллектуально развитых, быстрых и сильных когтей смерти угрозой человеческому виду и поэтому пытался уничтожить их гнездо, но вместо того, чтобы разорвать его на части, когти оставили ему жизнь и позволили бродить по нижним уровням, однако выход из убежища ему был запрещен. Или вот, например, Дэйв, самый неудачливый в мире человек. На его веку с ним произошло столько всего плохого, что хватило бы на несколько жизней и вот когда он уже, казалось бы, умирал в пустоши, когтесмерти нашли его, привели сюда и теперь кормят его, дают лекарства и ухаживают за ним, чтобы он не навредил себе случайно или преднамеренно. Когда же Избранный дошел до главного компьютера убежища, то благодаря техническим познаниям Вика смог узнать, что электроника была избирательно испорчена и не подлежала ремонту. Уж не Мэтт ли тут поработал? Как бы то ни было, у нашего героя нашелся запасной модуль голосового управления, идеально подошедший для нужд стаи Грутара. Когда же Избранный сообщил ему об успешном ремонте, то в благодарность получил тот самый желанный и священный Гэг. После этого наш герой поспешил во Роя, но там его ждали страшные новости. Злые люди прибыли на Больших Стрекозах и забрали его соплеменников. Воины пытались противостоять им, но были убиты. Остальных жителей деревни забрали. Это смог поведать ему умирающий Хакунин, шаман племени. Кроме того, он посылал Избранному несколько видений, пока тот искал священный Гэг. Перед самой смертью, Хакунин успел назвать подслушанное место, куда направлялись Стрекозы, чтобы отдохнуть. Место это называлось Наварро. Стоит отметить, что Избранный уже знал точное местоположение этой базы Анклава. Именно так называлась небезызвестная организация, похитившая жителей Ароя. Об этом нашему герою некоторое время назад рассказал один из агентов Братства Стали в Сан-Франциско. Все дело в том, что ранее как раз таки Братство было самой технологически развитой фракцией в регионе. Так было до тех пор, пока не появился Анклав. По словам агента, эта организация занималась торговлей наркотой, оружием и рабами, но Братство считало, что за этим стояло нечто большее. Что же именно им выяснить не удалось. Более того, у Анклава имелись Винтокрылы, те самые Большие Стрекозы. Железное Братие не могло противостоять Анклаву, пока у них было столь значимое стратегическое преимущество в постиадерном мире. Поэтому Агент Братства попросил Избранного добыть чертежи Винтокрыла и заодно подсказал способ пробраться на базу. Прикинуться новобранцем, ведь Наварра построена относительно недавно и на нее время от времени прибывало пополнение. Так наш герой и поступил. Когда он прибыл на место, какой-то старик в робе попытался отогнать его, но Избранный убедил его, что пришел дабы вступить в Анклав. В обмен на это был назван пароль для прохода через главный вход. После чего наш герой одарил анклавовского червя очередью из автомата. Вслед за этим у него немного посветлело на душе. На самой же базе Избранный познакомился с культовой личностью, сержантом Аддорнаном. Вы допустили потерю дорогостоящего обмундирования. Его стоимость будет вычтена из вашего жалования. И вы будете служить, пока вам не исполнится 510 лет, потому что вам понадобится именно столько лет, чтобы оплатить комплект силовой боевой брони модель 2, которую вы потеряли. Доложите об этом в арсенале. Получите новый комплект, а потом вернетесь и доложите мне рядовой свободный. Кроме того, силовая броня анклава оказалась несколько крепче обычной, так что произошла смена гардероба. Также наш герой узнал у главного компьютера, что основная база анклава находится далеко в море, а если точнее, то на нефтяной вышке в 280 километрах от побережья. Более того, заботливый компьютер подсказал два способа добраться до нее. Прилететь на винтокрылья или же доплыть на танкере, пришвартованном в Сан-Франциско. Однако для второго варианта требуется некий ключ, находящийся у начальника базы Навара. Где находился начальник базы, компьютер также рассказал. Еще избранный узнал, откуда взялись умные когти смерти из убежища 13. Как оказалось, их создал анклав с целью получения дешевой военной силы. Короче говоря, пушечного мяса. Ученые должны были сделать их достаточно умными, чтобы те понимали команды, но не достаточно умными, чтобы когти обрели самосознание. Но все же, яйцеголовые перестарались и животинки вышли уж слишком интеллектуальными. В результате, как представители их вида здесь, так и когтей в убежище 13 ждало уничтожения. Вроде бы ничего не забыли. А, да. После того, как избранный узнал всю важную информацию, он накрутил на ствол своей плазменной пушки все живое на базе Навара. В живых остались только слепой повар-пирожок, да отремонтированный нашим героем робопес К-9. А еще, на свободу был выпущен разумный когт смерти и теперь, после уничтожения базы, его сородичам в убежище 13 ничего не грозило. Кроме того, были добыты необходимые братству планы винта крыла и электронный ключ, дающий доступ к управлению танкером. Вернувшись в Сан-Франциско и поднявшись на борт судна, наш герой спустился туда, где еще не бывал — на нижнюю палубу. Тут он разобрался с двумя десятками обыкновенных тварей, мутировавшими тварями и спас таким образом девушку по имени Сьюзи. Это привело к тому, что жители этого болотного ледокола признали избранного, а бродяга, называющий себя капитаном, наконец-то снизошел до того, чтобы поговорить. От Рона Мейерса наш герой узнал много интересного. Во-первых, Рон в прошлом принадлежал к Анклаву и был техником в Наварро, но когда он понял, что они из себя представляли, то дезертировал от них и обосновался здесь. Из этого он знал, кто такой избранный и то, что ему нужно попасть на нефтяную вышку, ведь именно там, на главной базе Анклава держали соплеменников героя. Но это еще не все. Для того, чтобы заставить танкер двигаться, одного ключа было недостаточно. Еще нужны были части навигационного компьютера и, собственно, топливо. Благо, здесь все на автоматике, так что включенный танкер должен был автоматически отправиться к нефтевышке. Что касается непосредственно запуска судна, то части навигационного компьютера были найдены в одном из шкафчиков в убежище 13 и позаимствованы оттуда. А горючка? Что же, у избранного было несколько способов ее добыть. Начиная убийством парня Сьюзи по кличке Барсук, его заказали Ши, продолжая простым разговором с Ши или же взломом их главного компьютера. Каким бы способом не воспользовался избранный, главное, что старая ржавая посудина, несмотря на преклонный возраст, ожила и доставила его к точке назначения. Кстати, по дороге наш герой вспомнил несколько забавных и странных событий, пережитых им в пустоши. Например, встречу с Артуром и его рыцарями из Братства Стали, находящихся в поиске священной ручной гранаты Антиоха. Знакомство с хранителем моста, задающим странные вопросы, если кто-то не мог на них ответить, то тут же умирал. Обнаружение странного знакомого кафе разбитых надежд, видимо, оно известно избранному из рассказа во тех местах, что посетил его дедушка. Встреча с собачкой неудачкой, приносящей большое невезение не только своим хозяевам, но всем, кто окажется рядом. Трупы вокруг тому подтверждение. Солдате Анклава, чья броня заржавела настолько, что он даже не мог пошевелиться. Понятно, что во время встречи избранный еще не знал, кто такой этот Анклав. Еще было бешеное стадо взрывающихся браменов, благо на тот момент у компании уже имелось довольно мощное оружие и защитное снаряжение. Ну и напоследок разбившийся летательный аппарат. С тела одного из людей вокруг него было поднято уникальное оружие Фазер. Вполне вероятно, что в пустоши еще были подобные неожиданные места, однако думать об этом избранному было некогда, потому что вскоре он прибыл на главную базу Анклава. Оставив своих спутников охранять вход, наш герой отправился внутрь нефтевышки абсолютно неузнанным, ведь благодаря силовой броне все считали его за своего. Спустившись на этажи ниже, избранный обнаружил оставшихся выживших из Ароя. Они были в плену за силовыми барьерами, а старейшина деревны рассказала, что над ними проводили эксперименты, втыкали иглы, после чего они умирали в страшных мучениях. Также старейшина посоветовала отключить машину, которая делает ток, а она находилась где-то на нижних уровнях. И напоследок, она дала задание найти ГЭК, если избранный еще этого не сделал. Что толку от спасения, если нет куда возвращаться? Кстати говоря, кроме соплеменников нашего героя, узниками тут были и жители убежища 13. Ученые Анклава также проводили над ними опыты. Спустившись еще ниже, избранный попал в зал со множеством дверей терминалов, открывающих эти двери. И все бы ничего, да вот только пол бился током, а терминалы открывали двери в казалось бы случайном порядке. После получения небольшого количества положительного заряда, наш герой добрался до правого крыла здания и за одной из дверей обнаружил ГЭК. Хотя у него уже имелся один из убежища 13, запасной точно не помешал бы. Разгадав загадку дверей и терминалов, ну или же поклацав наугад, кто знает, избранный смог открыть двери на следующий уровень. Уровень, где проживали виновники торжества, а также главнокомандующий Анклавом. Знакомьтесь, Ричард Дик Ричардсон. Президент Соединенных Штатов Америки, ну или того, что осталось от этой страны. От него, избранный наконец-то узнал, какая идея направляла этого человека и соответственно, одну из самых сильных организаций в Пустоши. Ну, по крайней мере, на тот момент. Итак, все дело в том, что Дик Ричардсон верил в то, что к истинной расе людей принадлежал только он и его подчиненные, ведь они были чистыми, не подверженными воздействию радиации. Что касается всех остальных в Пустоши, что же, они были выродками, мутантами. А что надо делать с подобными? Правильно, мутантов надо истреблять. И помочь ему в этом должен был ВРЭ. Тот самый вирус, приведший к созданию супермутантов и других тварей. Однако, ученые Анклава модифицировали его так, что он убивал только людей, да не обычных, а только тех, кто был поражен радиацией. Именно для этого были похищены жители АРОЯ в качестве грязных подопытных и обитателей убежища 13, ведь они были из чистых. На основе этих опытов создали модифицированную версию ВРЭ, убивающую практически всех подверженных действию радиации людей, а также сыворотка от нее. Она уже введена всем членам Анклава. Излишне будет говорить, что подобное не понравилось избранному, поэтому воспользовавшись стал сбоем и прикрыв за собой двери, он красноречиво поведал президенту все, что думал о нем и его планах. После чего забрал с тела уже бывшего главы Анклава карту доступа президентского уровня. Затем был спуск на еще один, последний уровень вышки. Доподлинно неизвестно, что было дальше. То ли наш герой взорвал компьютер, управляющий реактором базы, то ли убедил Томя Мюррея, главу комиссии по атомной энергии Анклава и вдобавок к этому крайне нервного мужчины быстро отключить реактор. Как бы то ни было, главный источник питания вышел из строя, что привело к закрытию некоторых дверей базы и отключению силовых полей удерживающих пленников. Но самое главное, начался перегрев реактора, а заодно запустился обратный отсчет в 10 минут до того, как он взорвется и остановить его было нельзя. Наш герой без особых проблем добрался до выхода из нефтяной вышки, но буквально на последних метрах его остановил гигант нечеловеческого роста. Тот самый великан, что на глазах у избранного расстрелял беззащитную семью. Гигант был Фрэнком Хорриганом, агентом секретной службы, личным охранником президента и, пожалуй, самым грозным противником из всех. Жару добавляли также и расставленные по периметру турели, так еще и прибежавшие на шум солдаты добавили огоньку. Но все же, наш герой с честью и с некоторой помощью мощнейшего снаряжения медикаментов и наркотиков, куда уж без них, вышел победителем из этого боя. После чего, сел на танкер и с безопасного расстояния полюбовался на взрыв место, принесшего ему столько горя. Затем, он с остатками племени из-за роя и верными напарниками уплыл в чуть более светлое будущее, но это совсем другая история. Отдельную благодарность хотелось бы выразить всем тем, кто поддерживает нас на Патрон, через спонсорскую подписку Ютуб и ДонатПэй. Среди них Эва ВС, Алексей Гречухин, Василиса Зырянова, Юрик, Легион, Вид Пол, Никлик, Димкин МДМ, Витис Восток, прочерки его десятки псевдонимов, а также многие другие, чьи имена вы видите перед собой. Также не забывайте про группу в ВК, Дискорды и Инстаграмы, ссылки на которые есть в описании. А на этом все. Чаю вам, печенюшек и услышимся в следующий раз.